Сегодня обсудим вопрос нарушения условий нахождения на территории Турции. В каких из них возможна депортация, если попадешься? Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! В случае, если ты просрочишь визовый режим нахождения в стране менее чем на 10 дней, то все, что от тебя потребует при выезде, а платить штраф каждого просроченного дня. Никакого штампа в паспорт не поставят, можешь дальше въезжать в Турцию. Сумма штрафа за каждый день невысокая. Официального прайса нигде не найти. Сумму можно только услышать при выезде от пограничников. Но мы слышали, что те, кто платил за каждый день, отывали в районе от 50 до 100 лир за день. А вот чего точно не стоит делать, если не хочешь покидать Турцию на долгий срок или навсегда, мы тебя перечислим. Тебе точно не надо быть руководителем, членом или сторонником террористической или преступной организации. Тебе точно не стоит использовать поддельные документы и ложную информацию при въезде в Турцию для получения визы и ВНЖ. Тебе точно не стоит вести незаконную деятельность на территории Турции. Тебе не стоит представлять угрозу общественному порядку, безопасности и здоровью граждан внутри страны. Не стоит также нарушать сроки визовых и безвизовых режимов, а также ВНЖ более чем на 10 дней без уважительной причины. Не стоит находиться в Турции, если аннулировали ВНЖ. Также не стоит работать в Турции без разрешения на работу. Не нужно приезжать в Турцию, несмотря на запрет въезда в страну. Также не нужно оставаться в стране больше 10 дней в случае отказа в ВНЖ. Не оставайся в Турции, если отказано в международной защите. Рассмотрение дела и решение о депортации обычно принимается очень быстро, в течение 48 часов в губернаторстве. А вот кого не депортируют, даже если правила нарушены? Если в стране, куда будет депортирован иностранец, ему грозит смертная казнь, пытки, отношения, унижающие его честь и достоинство, он тебя не депортирует. Если при дальнейшем путешествии иностранцу грозит ухудшение состояния его здоровья при беременности, ну и учитывая также возраст иностранца. Если в стране, куда должен быть депортирован иностранец, не имеется возможности лечения в случае наличия какой-то болезни. Также не подлежат депортации жертвы торговли людьми, которые находятся в рамках программы защиты. Не подлежат депортации также и те люди, которые являются жертвами физического, сексуального и психологического насилия до завершения их лечения. В этих случаях следует оформить гуманитарную визу, и тогда необходимо будет проживать по определенному адресу и раз в месяц отмечаться в миграционной службе. В случае прекращения перечисленных условий эти люди все равно подлежат депортации на общих условиях. Решение о депортации такие лица получают в виде уведомления, после которого в течение 15 дней можно подать апелляцию в административный суд. В течение 7 дней после апелляции суд принимает решение. Если с решением административного суда человек, подлежащий депортации, не согласен, то можно подать апелляцию уже на административный суд, в конституциональный суд. После принятия решения о депортации такому человеку дается время покинуть страну от 15 до 30 дней. Для этого выдается специальный документ разрешения на выезд. В случае, если человек покидает страну в установленный срок, то пограничники, как правило, не ставят штамп о запрете на последующий въезд. И если сроки по выезду из страны не выполнены, то человек, нарушивший правила, берется под административный арест. Если иностранец взят под административный арест, то его будут содержать в репатрационном лагере не более 6 месяцев. Но в случае, если иностранец отказывается сотрудничать, или его страна предоставляет неверные сведения о нем, срок содержания продлевается еще на 6 месяцев. Бывают случаи, когда министерство со счет иностранца не опасным, то административный арест отменяется, и ему выдается документ разрешения на выезд в сроку от 15 до 30 дней, и в этот период иностранец должен проживать по определенному адресу. Паспорта и остальные документы, в том числе и билеты, могут быть изъяты у иностранца в процессе рассмотрения вопроса депортации. Транспортные расходы иностранец оплачивает сам. В случае, если средств на оплату таких расходов нет, то оплачивает Главное управление собственного бюджета. Вот в этом случае будет запрещен въезд в Турцию, пока иностранец не возместит все расходы. После чего уже будет дано разрешение на последующий въезд в страну, в случае, если других ограничений у него не имеется. Сроков на возмещение расходов нет. Как только долг будет отдан, тогда будет разрешение на въезд. А в случае, если работодатель нанял иностранца без разрешения на работу, тогда именно он сначала заплатит штраф 5000 лир за каждого незаконно работающего иностранца, а также оплачивает проживание этого иностранца и всей его семьи, находящейся на территории Турции, их лечение в случае таковой необходимости, и все транспортные расходы. Это чтобы неповадно было брать на работу иностранца и не оформлять его должным образом, ведь именно работодатель подает все документы на получение разрешения на работу этому иностранцу, раз он его нанимает. Помни, что ВНЖ, оформленное на основании аренды квартиры или покупки недвижимости, право на работу не дает. Если ты устраиваешься на работу, то обговаривай с работодателем, чтобы он был готов подавать твои документы для получения разрешения на работу. И если находишься в стране в статусе иностранца, лучше соблюдать законы и не подвергать свою репутацию и риску. Будь законопослужатым гражданином или гражданкой. Ну вот, пожалуй, и все поводы, по которым тебя могут депортировать из страны. Пиши в комментариях, если тебе что-то непонятно, мы на все вопросы ответим. А также, если уж ты там внизу, то можешь сразу поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока! До свидания! Обняли-подняли. И немножечко хрустные, чтобы было приятно.